Линии жизни Трудно сказать, кто кого дополняет лучше. Поселок, окружающий природу, или сама природа приняла в себя этот чистый и ласковый уголок? Важно, пожалуй, другое. Это согласие. Мир и взаимопонимание человека и природы. Какие люди жили здесь? Чем занимались? Выяснить не удалось. На старой военно-топографической карте за 1863 год место это называлось Безъединовский. Сколько прошло времени, в каком году, но за доблестное служение государству эти земли были подарены князю Аболенскому Евгению Петровичу. А далее земля предотвижала Михаилу Андреевичу Аболенскому. Сам князь здесь не жил и приезжал в эти места всего-то два раза, а управлял землями управляющими. В это время был посажен фруктовый сад, построена водяная мельница и кирпичный двухэтажный дом. Долго или не очень руководил он поместьем, да получился непорядок, и выставили часть земли на торги, которую и выкупил местный помещик Дерябин Хатерин Иванович. К имеющим строения добавил он для своих дочерей еще четыре деревянных дома. Построил подвалы, склады, шли годы. Все так же текли годы в реке Оскол. Многое изменилось с новым хозяином. Имя Аболенские появилось в названии горы, части реки, место, где жил управляющий. Наступил 1917 год. Революция и последовавшая за ней гражданская война оставили свои метки на линии жизни этих мест. Казалось, остановились линии, оборвались. Но Советская Республика выстояла. И вот наступил 1929 год. Год коллективизации. Год, ставший переломным в нашей истории. В стране голод, по округе, прошел слух, здесь строить совхоз. Можно спастись. Так вот, кто дополз, добрался сюда, до совхоза, то и выжил. Спася от голода. На совхоз шли вагоны с зерном для птицы. Директор Суворов, капитан Гаврилович, создал такие условия. Три смены работала кухня. Стояли большие котлы. Люди шли с баночками. С чем попало? Во что только можно было налить баланду. Это и спасло людей. Началось строительство птичников, воловников, заработал хозцех. Работа спорилась. Люди старались. Это было отмечено руководством. И в Новоскольский птичный хоз начали приезжать за опытом представители других хозяйств. Росли птичники и склады. К концу 30-х годов временное стадо предприятий насчитывало более 10 тысяч сушек. Развивающийся ударными темпами совхоз оказал большое влияние даже на культурную жизнь своего ближайшего соседа, города Новая Скол. До 1938 года, до 1938 года, в февраля месяца в городе, в городе чисто электроэнергии не было. Обслуживание города и кинотеатра электрики совхоза. Бесплатно в кино ходили, бесплатно до артистов ходили. Вот, в кинотеатр оттуда совхоза подавалась электроэнергия. В разные годы и в разных местах родились они. Но судьба бывает вместе здесь, на птицесовхозе. Чикрыгину Анну, Сафонову Веру и Муравецкую Нину. Здесь они познакомились и подружились. Только освоились, а тут война. В самом начале записались на курсы сандружинниц. Окончили их и в один день ушли на фронт. Попали в одну часть, называлось АК-госпиталь. Чего только не увидели там, на что не насмотрелись. Но так и держались вместе. Долгожданную победу подруги встретили в Чехословакии. Наконец-то домой. Вернулись. Вернулись, сказали дома, очень кстати. Пойдете работать птичницами на прежнее место. И, как в армии ответили, есть. С немоверными трудностями пришлось восстанавливать разрушенное хозяйство на выжженной земле. Все начинали заново. Постепенно обоились, навадили дело. И закружилось, завертелось. Готовлетел, за ним второй. К боевым медалям прибавились трудовые. За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока и ритм, президент Верховного Совета СССР присвоил звание Героя Социалистического Труда Сафроновой Вере Степановне. Это была новая большая победа, новая веха на линии жизни и всего совхоза. Именно в первые военные годы, наряду с восстановлением разрушенного войной хозяйства, началось строительство будущего поселка Прибрежье. История поселка такова. Конец 1946 года и начало 2-3 месяца 1947 года, 1947 я уже назвал, на деление усадеб было. То есть все чистое место, с леса. Современный вид поселок птицы совхоза приобрел далеко не сразу. Несколько рядов саманных домиков, выстроившихся вдоль дороги, составляли всего одну улицу, которая так и называлась. Улица Первая Совхозная. В 1957 году она была почти что стеснена половодьем. Было сильное половодье, были саманные домики, значит они были разрушены. И вот это все заново перестроились. За это время, вот за этих 30 лет, было построено, много было построено жилья, что вот все рабочие были полностью обеспечены квартирами. Если в прямом смысле сказать, что рабочие этого предприятия наполовину жили при коммунизме. С 50-х по 80-е годы в Белгородской области птицезавод Новоскольский получил широкую известность. В то время из всего объема выращиваемой птицеводческими хозяйствами птицы более 80% начинали свою родословную в Новоскольском племенном хозяйстве. Сила трудового коллектива в его людях. Предприятием более двух десятков лет руководил Георгий Петрович Винюков. Он всегда был, всегда был стройный, с иголочки одетый, требовательный, ну требовательный, как, по справедливости, справедливый очень был. В коллективе ну его уважали, его уважали. Он никогда, он умел поругать, он умел и пожалеть каждого. Он знал, кто работает и как работают. В годы Винюкова, вот 20 лет я проработала, все переходящие знамена района были наши. Под руководством Георгия Петровича госплемтицезавод Новоскольский регулярно становился победителем областных социалистических соревнований и даже удостоился диплома первой степени выставки достижений народного хозяйства в Москве. В канун 50-летия предприятия и по просьбе жителей поселка был объявлен конкурс на лучшее его название. Ну, когда возник вопрос о перенимании, значит, этого поселка, то, значит, было много предложений. Вот. Было предложение переименовать его Заречным. Потом было предложение переименовать его поселок Солнечный. Мое предложение было, значит, переименовать его поселок Замосте. Вот. Федор Андреевич Шаповалов, бывший партийный руководитель наше приятие, вот. Тот предложил переименовать его поселок Прибрежный. Так, в 1979 году у поселка Птицы Совхоза появилось собственное имя. В честь этого события и в память о 50-летии хозяйства, бывшие директора, старейшие и знаменитые люди совхоза посадили каштановую аллею памяти. Ветроперемен, пронесшиеся над страной в конце 20 века, не пощадили и предприятия, давшие жизнь поселку. Совсем немногое напоминает сейчас об ушедшей героической эпохе. И кажется, оборвалась безвозвратная нить десятилетия, связывавшая линии жизни Птицы Совхоза и поселка Прибрежный. Куда и какой дорогой проведет их жизнь, нам не дано это знать. Но растет новое поколение, которым предстоит заново связать то, что развязала судьба, и продлить линии жизни. Птицы Совхоза и поселка Прибрежный. 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 Живи и просвета Поселок и брежный Живи и просвета